22 сентября, вторник. Мадина Алмолдина в студии новостей. Это Микен Бизнес и коротко о главных темах. За что Казахстан попал под санкции? Кого конкретно ООН обвиняет в нарушении прав человека? Расскажем. Рачительные хозяева или как регионы организовали себе дистанционное обучение? Опытом поделимся в прямом эфире. Сколько денег задолжали кустанайцы по алиментам, расскажет наш корреспондент Айжан Утеова. Казахстанская Sigma Airlines попала в список нарушителей оружейного эмбарго ООН по Ливии. Об этом заявил представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель. Совет ЕС принял решение обведения адресных санкций в отношении двух лиц, ответственных за нарушение прав человека в Ливии. В него попали и три организации, включая казахстанскую авиакомпанию. Их заметили в нарушении эмбарго ООН на поставки оружия в эту страну. Сегодня был утвержден санкционный список, который мы обновили. Два лица, причастные к нарушению прав человека и три компании, вовлеченные в нарушение эмбарго ООН, были внесены в него. ЕС неоднократно призывал все стороны уважать права человека и международное право и стремиться привлечь к ответственности тех, кто их нарушает. ЕС также полон решимости добиться полного соблюдения эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Тем, кто попал под санкции, отныне запрещается въезд в ЕС и замораживаются банковские активы. Отметим, авиакомпания Sigma Airlines специализируется на грузовых перевозках по всему миру, кроме стран под санкциями и эмбарго. Базируется в Казахстане, головной офис находится в Алматы. Журналисты Atomicent Business связались по указанным на сайте номерам. По одному из них ответили, что сейчас компания не работает. Известно, что в июне этого года было приостановлено действие сертификата эксплуатанта Sigma Airlines. В Комитете гражданской авиации Казахстана обещали чуть позже дать развернутый комментарий. Мы ждем официального ответа. В Министерстве обороны отрицают версию обстрела самолета санавиации с военного полигона как возможную причину крушения в 2017 году. Данная версия сейчас рассматривается в Ильинском райсуде Алматинской области. InBusiness KZ следит за процессом. В ответе на запрос редакции в Минобороны заверили, что во время полета Ан-28 с 18 часов 35 минут до 18 часов 52 минут стрельбы на полигоне Ильиски не проводилось, о чем свидетельствуют записи в учетных документах. Ведомстве подчеркнули, что при проведении любых стрельб полигон оцепляют. На его территорию не пускают людей и животных, ведут постоянное наблюдение за воздушным пространством. Вместе с тем в Минобороны отметили, что в тот день над полигоном было запрещено летать. На основании поданной заявки 3 октября 2017 года главным центром управления воздушным пространством сил воздушной обороны был введен запрет на выполнение полета в зоне полета полигона с 9 утра до 22.50. Следственными органами в 2017 году отрабатывалась рабочая версия возможной причиной крушения – это деятельность военного полигона, которая была исключена совокупностью собранных доказательств и документальных подтверждений. Напомним, что 3 октября 2017 года упал и загорелся самолет малой авиации Ан-28 авиакомпании «Ист-Винг». Он выполнял полет по оказанию медицинской помощи по маршруту Алматы-Шимкент. На борту находились 5 человек. Все они погибли. По факту крушения сейчас судят руководителя авиакомпании, который обвиняется в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта. Его адвокаты выдвинули версию, что самолет могли случайно сбить при проведении учебных стрельб. Казахстан планирует подписать новый договор о военном сотрудничестве с Россией и передает Кастак со ссылкой на проект указа президента. В пояснительной записке к документу указано, что новый проект договора направлен на актуализацию и развитие военного сотрудничества между Казахстаном и Россией, так как некоторые положения договора от 28 марта 1994 года уже реализованы. Проект документа предполагает сотрудничество наших стран по совместному планированию применения войск в интересах обеспечения безопасности сторон в случае обращения одной из сторон. Совместное противодействие вызовам и угрозам региональной безопасности в случае обращения одной из сторон. Ожидается, что новый договор о военном сотрудничестве Казахстана и России будет заключен сроком на 10 лет, говорится в сообщении агентства. На сегодня в Казахстане убрано 93% урожая, намолочено чуть больше 18 миллионов тонн зерна. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр сельского хозяйства Сапархан Омаров. Он заявил, что прогнозируемые объемы позволяют полностью обеспечить внутренние потребности. Также глава Минсельхоза подчеркнул, что имеющихся в стране мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая. Вместе с тем Омаров подметил необходимость акиматам держать на постоянном контроле вопрос обеспечения бесперебойного перемещения зерна. Между тем, выслушав отчеты министра сельского хозяйства и глав регионов о ходе уборочных работ, премьер-министр поручил все-таки поспешить с уборкой. Акиматам и Министерству сельского хозяйства завершить уборку в кратчайшие сроки и обеспечить сохранность урожая. Министерству сельского хозяйства обеспечить установление закупочной цены на зерно и проинформировать участников рынка. Поручаю акимам регионов обеспечить возвраты средств в рамках механизма форвардного закупа. Власти Омской области обеспокоены нелегальным вывозом пшеницы в Казахстан. Так, по информации министра сельского хозяйства региона, с начала 2020 года из приграничных районов России пытались незаконно ввести в нашу страну больше 450 тонн зерна. Это связывает с тем, что в Казахстане дает хорошую цену. При этом продавцы могут не оформлять сопроводительные документы и, соответственно, не платить налоги. Проблема неучтенного вывоза зерна поднималась на встрече губернатора Омской области Александра Буркова и чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в России Ермека Кушербаева. Губернатор обратил внимание посла на то, что нелегальный экспорт зерна – это не только вопрос экономики и неуплаченных налогов, но и безопасности, когда речь идет о продукции неизвестного происхождения и качества. К другим темам создать институт омбудсмена по защите прав потребителей предлагают в Казахстане. Сегодня с такой инициативой выступил министр торговли и интеграции Бахы Султанов. Он также предложил объединить все общественные объединения потребителей в единую национальную ассоциацию. Об этих и других мерах защиты покупателей министр рассказал на заседании правительства. Моя коллега Улпан Бегалина следила за ходом его работы онлайн. Улпан, ты в эфире. Мне вот интересно, на что чаще всего жалуются потребители? Магина, не секрет, что клиента ориентированность в нашей стране за редким исключением хромает на обе ноги. И степень неудовлетворенности у казахстанцев высокая. Если говорить о том, что именно вызывает недовольство граждан, это систематические проблемы. Нерешаемые вопросы ЖКХ, розничной торговли и медицинских услуг. Только с начала года в Комитет по защите прав потребителей поступило порядка 8 тысяч жалоб. При этом Бахы Султанов признал, что госорганы, предприниматели отстаивают только свои интересы. Госорганы совместно с субъектами квази-государственного сектора в сфере образования, здравоохранения, ветеринарии, ЖКХ и связи оказывают физическим лицам всего 574 услуги. При этом ни у одного участника системы нет фокуса на интересы потребителя. Поэтому отмечается низкий уровень обеспечения защиты прав потребителей, искаженная статистика и слабая заинтересованность работы над повторяющимися ошибками. К сожалению, граждане вынуждены довольствоваться тем, что предлагает рынок. И получается, что игрокам это выгодно. Отмечу, что по данным Минторговли, ежедневно казахстанцы совершают больше 6 миллионов покупок. В этом году они купили товаров на 7 триллионов тенге. Еще порядка 4 триллионов потрачено на услуги. И это при том, что страна больше полугода живет в условиях карантина. В Национальной палате предпринимателей Атамикен считает, чтобы потребители доверяли, бизнесмены должны работать в белую. Предприниматели должны работать открыто. Тогда будет исключен факт теневой экономики. Также бизнесменам необходимо акцентировать внимание на качестве своих товаров и уровню предоставления услуг. При этом необходимо развивать грамотность среди населения. Потребители должны знать, как отстаивать свои права. Вместе с тем, премьер-министр Оскар Мамин отметил, что производители должны предоставлять качественную продукцию и проводить добросовестную рекламу и маркетинг. Министерству торговли совместно с Министерством нациоэкономики поручаю включить в показатели эффективности КПА и госорганов, местных исполнительных органов и квази-государственных организаций оценку уровня удовлетворенности и доверия со стороны потребителей. Действительно, доверие потребителю можно заслужить, только если предоставлять качественный товар и услуги. И очень хочется верить, что с внедрением всех инициатив Министерства торговли ситуация будет исправляться к лучшему. Спасибо, Уллпан. Но, кстати, мы решили узнать, какая сфера услуг и торговли больше всего досаждает потребителям в регионах страны. Предлагаю послушать. Ну, плохо обслуживающая медицина. Ну, как вот инвалиды у нас дома. Они ничем не помогают, не делают. Нас всю девушку устраивают. Все, сразу так и не скажешь. Ну, что больше всего. Не знаю, не могу сказать. Да, вот то, что все лето не было горячей воды, ну, и сфере обслуживания только то, что они долго могут ехать, это скорая помощь. Так, ну, везде сейчас больше всего косяков. Например, внучка водила в школу с проблемой с образованием. Мне кажется, программа вот совершенно не продумана. Дети не получают того, что должны получать. И мне неинтересно. Вот, допустим, по нашему опыту мы бы сказали, что в здравоохранении у нас заболел дедушка. Вот мы столкнулись с такой проблемой. Может быть, на фоне этого коронавируса и так дальше. То есть нас не принимали в больнице. То есть никаких больше болезней не лечат у нас, кроме коронавируса теперь. Да нет, вроде все нормально. Я, честно говоря, нечасто встречался. А ЖКХ я не сталкивалась, чтобы была проблема. Все онлайн оплачиваем. Ну, как бы нормально. Ну, ЖКХ, в принципе, нормально. Да, через поражение оплачиваем без проблем. Нормально все. А сфера образования, как вам сказать. Должного, во-первых, нет донесения до ребенка знаний. Нет вот этого общения. Конечно, хотелось бы, чтобы все как прежде. То, что нужно идти, обязательно в очереди платить. Там сначала снимать показания. Это все немного напрягает. Медицинская. Вроде бы хорошо. Ну, приходят, говорю, не тревожьте, не пойду я к вам. И не ходила никогда в больницу. Ходишь по поликлиникам, стационары больницы. Единственная проблема, что в очередь. Многих потребителей возмущает сервис коммунальщиков. К примеру, в Ак-Тубе жители многоэтажного дома, который построили по программе Нур-Лыжьер, остались без тепла. В доме не работает котельная. Она вышла из строя еще полгода назад. И до сих пор никаких мер по ее ремонту не принято. Жители шесть месяцев без тепла и горячей воды. По предварительным подсчетам, на восстановление котельной нужно 15 миллионов тенге. Для жильцов, которые покупали квартиры в доме и в ипотеку, на 20 лет сумма неподъемная. Кредиты на жилье оформлялись через казахстанскую ипотечную компанию. В компании заявили, что по правилам программы Нур-Лыжьер за состояние инженерных сетей и котельной отвечает местный Акимат. В Акимате же убеждены в обратном. Хотим обратиться тоже к КИКу, что мы с жильцами не будем оплачивать наши кредиты, 354 квартиры, от которых здесь есть жильцы, пока нам эти котельные не сделают. Потому что у нас уже крайний выход, нам уже некуда деваться. В свое время сама передача вот этих вот котлов, которые находятся на балансе УК-9, она сама, процедура даже была непрозрачная. То есть, учитывая, что КИК является застройщиком этого дома, вот эти вот котлы и инженерная инфраструктура, да, в подвалах, которые трубы, это все должно было остаться на балансе КИКа. А вот жители поселка Чунжа в Алматинской области остались вообще без спорткомплекса. На объекте минувшей ночью произошло обрушение. По информации пресс-службы Акимата Уйгурского района, расследование проводит специальная комиссия. По его итогам будут установлены причины и начнутся восстановительные работы. Ну а тем временем в управлении строительства Алматинской области, которая является непосредственно заказчиком строительства, АЧП узнали из сообщений СМИ. Строительство спортивного комплекса началось в прошлом году. По программе «Аул Ель БСГ» на проект выделили более 1 миллиарда бюджетных тенге. Здания должны были сдать в эксплуатацию через 4 месяца. Накануне все СМИ дали информацию о том, что экс-вице-министр здравоохранения Ужаса Абишева подозревают в растрате 500 миллионов тенге. Всех зацепила только цифра. Мы посмотрели, что эти средства выделялись на создание информационных систем ведомства. В свете этого мы еще раз решили вернуться к тем колоссальным суммам. Речь идет о миллиардах тенге, которые Министерство образования потратило на цифровизацию. И, как известно, счетный комитет проверит именно эту статью расходов в 2021 году. Но и сейчас конкретные цифры. Их озвучила 9 сентября депутат парламента Джамиля Нурманбетова. В Казахстане на внедрение системы электронного обучения потратили 30 миллиардов тенге или свыше 70 миллионов долларов. А результата нет. Учеба в дистанционном режиме фактически сорвана. Чтобы убедиться, что онлайн-обучение проваливается, далеко ходить не надо. Каждый может поинтересоваться у родителей, чьи дети посещают государственные школы. Частные в расчет не берем. Там и численность учеников другая. Не по 11 классов на параллели. И не по 40 учеников в классе. И прямо сейчас у нас на связи Омирбек Курбанбаев, сооснователь и технический директор IT-компании «Медиана», руководитель платформы «Мектеп ЕДУС» из Магасталской области. И София Абдуразакова, директор частной школы «Мансап» в Казеларде. Добрый день всем. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с Софии. Сразу отмечу, что школа, которую вы возглавляете, это частная школа. И перед началом учебного года Министерство образования и цифрового развития заявляли о полной готовности семи казахстанских образовательных платформ дистанционного обучения. Почему вы решили обойтись своими силами и создать собственную платформу? Дело в том, что дистанционное обучение имеет свою определенную кукурузку, которую нужно быть готовым всем. Руководители, наверное, не берут их в расчет регионы, в том числе способность технологической и информационной заданности, когда запускаются какие-то большие походы в коллекции. Мы приняли решение создать свою собственную платформу, под которую учитывали интеллекции конкретно наших детей, наших родителей, наших студентов. Именно такую платформу, которая была бы удобной в эксплуатации, не было бы задачи технологично обознать, чем вперед учить, а именно, чтобы он был в качестве и интеллект. То есть вы изначально еще в четвертой четверти решили отказаться от платформ, которая существует, и решили собственными силами создать свою какую-то собственную базу. Все ясно, продолжим разговор чуть позже. Сейчас вопрос, Умирбек, к вам. Вы из Мангастауского региона. И сразу отмечу, что мы специально сегодня решили пообщаться с представителями регионов. Их, мне кажется, меньше слышат. А судя по дальнейшим примерам, которые мы будем обсуждать, можно сказать, даже не берут в расчет все разработки, которые могли бы решить проблему онлайн-образования. Умирбек, вы частная контора, которая сама разработала обучающую платформу. И, как мне известно, ей уже пользуются 157 мангастауских школ. Да, добрый день еще раз. Наша система, МИКТЭП ЕДУС, она была разработана еще в 2008 году, как пилотный проект в одной школе. Потом мы решили эту систему немного развернуть. И сейчас, на данный момент, этой системой пользуется вся Мангастауская область. Всего 157 школ, из них 141 школа государственная, остальные частные школы, вечерние и специализированные школы. В настоящее время это... Можно начать с цифр? Не секрет, сколько вы потратили на ее разработку? На данный момент все школы используют эту систему совершенно бесплатно, но все-таки вся разработка, она опирается на какие-то расходы. Еще в 2008-2009 годах мы, когда разрабатывали, мы вложили в этот проект примерно 4 миллиона тенге по тем меркам. Но на данный момент, если разделить это все, то есть благодаря этой разработке сейчас все используют бесплатно. Если разделить на около 160 школах, это приблизительно 25 тысяч. А как давно они пользуются вашей платформой? Платформа это... Уже 12 лет пользуются. Здесь в первую очередь это не только дистанционное обучение, это до этого была как автоматизированная система школы, это электронные журналы, дневники, табеля, и ссоры в Сочи в последние годы мы сейчас... Омурвей, но вот честно говоря, я немного не понимаю, какая выгода вам? Вы же все-таки частная компания, если вы не берете ни копейки со школ. Да, это действительно так. Во-первых, мы местная компания, находимся в городе Ахтал и являемся социальным партнером управления образованием Магисталской области. Поэтому наша система здесь, на местном уровне, мы предоставляем доступ бесплатно. Но, конечно, содержание этой платформы требует дополнительных серверов, трафика интернет-каналов связи. Все эти расходы берет на себя управление образованием. То есть мы на технический аппарат, на качество связи никак не можем повлиять. Единственное, мы гарантируем, что наша система полностью соответствует требованиям и методикой стандартов Министерства образования. Мы в этом плане уже входим в число один из восьми проектов, электронных проектов, которые находятся, то есть внедрены в Казахстане. Омурбек, какая выгода вам все-таки от этого? Выгода, теперь так, чисто технически здесь нет выгоды. Скорее всего, это как социальное партнерство. И наши, как бы, скажем так, когда-то мы разработали эту систему для себя как энтузиасты, разработчики еще были молодые. Потом уже мы решили, почему бы, если мы можем использовать и развернуть это бесплатно, мы сейчас, исходя из этого, как метина, как, скажем так, поддержка местного образования, мы делаем это, разрабатываем эту систему для школ. То есть можно сказать, что это какой-то такой вызов Министерству образования? Можно сказать так, да. Как маркетинг, здесь есть, мы хотели показать, что мы такая компания, что можем разрабатывать такие сложные проекты, платформы в том числе и образовательные. И на данный момент мы уже переходим в уровень электронный колледж, где уже мы продаем этот продукт, как коммерческий продукт. Софья, ну вот, Софья, можно сейчас задам вопрос? Вот ваше региональное управление образования предлагало вам воспользоваться отечественной платформой? Конечно, предлагала, но мы отказались, потому что мы видим, что эта система очень, может быть, недоработана или неэффективна. Мы, в свою очередь, наоборот, сами предлагали нашему управлению образованием воспользоваться нашей платформой. Потому что нарушка у нас такая большая, как на всю республику, но наше предложение не вызвало очень много интересов. А вы вот по опыту контактируете, наверное, с учителями из других школ. Какой платформой пользуются они в основном? Казаларде у вас? Да, на данный момент это БДН, то, что всем обязаны пользоваться БДН, то есть, там, я не знаю, что сказать не буду, да? Такие платформы, что используют. Но в любом случае, учителя предпочитают все равно работают так же перед Думой, через ГОТАП. Потому что у меня старшие дети, например, они учатся в школе, я вижу, как проходит там процесс обучения, вижу, какая колоссальная нагрузка на учителей. Надо действительно признать, что на учителей сегодня свалилась огромная нагрузка, которая не только связана с онлайн-обучением, но и с самим процессом, с объемами. Это все-таки, представляете, если 11 классов на параллели, в каждые 40 человек, наверное, говорить о качестве образования действительно не приходится. Ну и вот мне хотелось бы спросить у Омарбека, выходили ли они со своим проектом, с предложением в Министерство образования? Сразу скажу, наша система полностью. Мы сейчас не разрабатываем, предлагаем, мы уже совместно работаем, уже несколько лет. В нашу рабочую группу входят передовые учителя Мангсталовской области, из восьми рабочих групп. Они нам предлагают свои технические моменты, школьно-образовательные методики, они там объясняют. Технически мы уже готовы. В принципе, мы уже с министерством работаем, они уже про нашу систему знают. И вы также предлагаете на безвозмездной основе пользоваться всем школам в Казахстане, вашей платформой? Как мы уже, как Казахстан, это сейчас на пороге большой цифрализации, так сказать. Есть те же методы, которые мы сейчас предлагаем на уровне управления Мангсталовской области, если они берут техническую часть, качество связи, интернет в отдаленных местах. Я вот что-то не понимаю, но это же очень выгодное предложение к министерству образования не тратить ни копейки, а просто пользоваться вашими готовыми разработками. Что вам отвечают в министерстве? Министерство никак не против, в принципе, они и так и говорят. Ребята, вот есть школы, каждая школа сама имеет право выбирать себе платформу. В принципе, если у вас платформа готова, выходите, предлагайте, размещайтесь, работайте с ними. Ну, остается тогда открытым вопросом, зачем тратить столько денег на цифровизацию. Это какие-то огромные уже суммы, о которых мы уже даже запутались, мы в этих суммах уже с коллегами. И вот, кстати, министр образования в эксклюзивном интервью от Обикенд Бизнес говорил о том, что надо бы объединить все платформы, которые существуют сегодня, но на это уйдет не менее пяти лет. И вот мне почему-то кажется, что за пять лет столько всего уже может произойти, что это объединение никому и нужно не будет. Все мы знаем, как быстро сегодня развивается технология, да, и сама система образования может измениться. Омербек, для чего нужно столько вариантов платформ? Разве одна платформа сегодня не справится в масштабах всей страны? Как технические специалисты могут сказать, здесь подходить как одна единая платформа пока что мы не готовы. Не готовы не в том плане, что разрабатывать, не умеем или там предлагать. Пока нужно инфраструктуру подготовить, потом уже думать, работать как единый, все это будет организовано. Мы видели, как E-learning работал как одна единственная платформа. Поэтому сейчас я поддерживаю позицию министра образования Асхата Канатовича, потому что сейчас нужно все минусы и плюсы определить, потом можно обосноваться на конкретной платформе. Я так считаю, моя позиция такая. Ну вот на создание видеоуроков для первой-второй четверти выделено 600 миллионов тенге. Это тоже мы знаем из эксклюзивного интервью министра. И тут у меня вопрос, зачем писать видеоуроки для второй четверти, когда на брифинге в СЦК представители МВД угрожали привлечь к ответственности за распространение ложной информации о продлении карантина. А Министерство здравоохранения говорило о том, что локдауны больше вводить не будут. Ну, судя по тому, что Министерство образования тратит столько денег на видеоуроки на вторую четверть, то она наверняка точно пройдет онлайн. Или просто, как говорится, деньги надо освоить. Софья, я знаю, что вы сами своими силами готовили видеоуроки и потратили на это что-то не больше двух миллионов тенге. Расскажите подробнее о вашем опыте. Вы знаете, два миллиона тенге мы потратили на оплату суббородов, которые нам помогли сделать нашу платформу. А учителя, они же у нас получают зарплату, и когда мы находились на карантине, они этот период просто научились их снимать. Я не знаю, что это прямо такого высокого качества, может быть, поэтому еще 50 миллионов. 600 миллионов. Тем более, да. Но учителя достаточно такие конкурентоспособные материалы научились делать. Они снимали их сами и выкладывали на платформу для своих учеников. Поэтому, вы знаете, дело в том, что, вот вы правильно заметили, неизвестно, что будет через месяц, через два. И так как мы, я не думаю, что карантин будет продолжаться всю оставшуюся нашу жизнь, и мы не видим смысла сейчас закладывать такие большие суммы из нашего бюджета для, допустим, каких-то особенных там уроков. А потом, то, что снимали для первой, второй четверти, это же снимались для уроки для всех классов. В принципе, по одному видео для каждого класса на один день. Может быть, я как-то неправильно воспринимаю ситуацию, но мне кажется, что через чур как-то раздуто. Ну вот если все-таки вторая четверть будет проходить в онлайн-режиме, вот об этом, как мы сейчас поняли, уже никто еще точно сказать не может, как вы будете готовы к этому? Начнете в срочном порядке как-то готовить видеоматериалы, видеоуроки уже в режиме ежедневной подготовки? Заранее не готовитесь ко второй онлайн-четверти? Нет, мы в принципе готовимся, но мы готовимся не в таком экстренном режиме, как это сейчас создается постепенно. Если вдруг страну опять переведут на жесткий карантин, то мы, конечно, перейдем на свою платформу и на дистанционки. Наши учителя уже... Мы уже наполовину готовы, у нас там уроки заливаются каждый день постепенно, домашние задания и все остальное там, в принципе, есть. Поэтому мы максимально облегчаем труд для наших педагогов. То есть я все правильно понимаю, Софья, единожды потратив 2 миллиона тенге на создание своей собственной платформы и своими силами создавая видеоуроки, вы лично не заинтересованы в помощи государства вот в этих видеоуроках, которые готовит Министерство образования? Вы полностью автономны? Ну, соответственно, наши уроки соответствуют всем требованиям Министерства образования. Мы не нарушаем никаких, скажем, требований, но только то, что мы делаем их самостоятельно. Ежемесячно мы затрачиваем только на оплату услуг разработчиков, но там совсем небольшая сумма. Омурбек, давайте вспомним скандал, как к онлайн-уроку в столичной школе подключились хакеры с видео непристойного содержания. Вот вы как-то можете это контролировать в вашей платформе, а учитываются такие моменты? Да, естественно, я сразу скажу, наша система, она позже подключилась к системе дистанционного обучения. Мы только вот в прошлом, ну, в этом году, с четвертой четверти мы начали систему дистанционного обучения. На данный момент в этой платформе есть своя стриминг-система, то есть ВКС-система. Там полностью закрыто. То есть там нет возможности извинения отходить. То есть здесь преподаватель открывает свои занятия, подключаются только те, кто находится в классе. То есть нет такого понятия. Если человек в 6 классе учится, только он, у него есть доступ, у остальных нет. То есть технически мы все алгоритмы продумали. Единственное, с коллегой тоже я согласен, что когда я сам поддерживаю идею самим педагогам, учителям готовить свои уроки. То есть это намного полезнее, когда ты преподаешь или обучаешь то, что ты уже через себя там обрабатывал. В этом плане, да, я поддерживаю позицию. Но с другой стороны нужно сейчас техническое министерство или там министерство цифровизации тоже об этом думает. Все сторонные разработки, которые сейчас в школах, в WhatsApp или там другие, YouTube или там другие каналы, они обладают, то есть они занимают платный трафик. То, что предлагает министерство образования, 8 продуктов, которые находятся сейчас, они бесплатны, даже в минусовом балансе их можно использовать. Исходя из этого, мы все продукты включили в наш внутрь проект, чтобы у родителей, у кого мобильная связь, у них всегда оставалась возможность выходить, обучаться дальше. Технически это, да, это возможно, поэтому наша система защищена, она имеет сертификат безопасности в соответствии с стандартами Казахстана 15408. Технически мы эту систему можем говорить, что она защищена от внешних отношений. Да, мы все прекрасно помним, да, даже в интервью нашему каналу, от Амикенбизнес, Багдад Мусин говорил, что нужно использовать казахстанские платформы, что экономически это выгоднее. Но почему-то вот от пользователей мы слышим, что многих по качеству она все-таки не устраивает. И вообще я хочу отметить, что мы с коллегами вот в конец запутались во всех программах, бюджетах, которые выделяются на них. Кунделик, Белимленд, онлайн-мегтеп, Дарын онлайн. Остается только надеяться, что хотя бы в министерстве еще могут контролировать и координировать эти проекты. И вот сегодня в очередной раз вы показали, что частные компании с умом подходят к расходованию средств, а государство не самый лучший хозяйственник. Это прямая цитата из послания президента. Спасибо всем за беседу. И в продолжение темы наш корреспондент из Караганды Вера Шеллер о плохом интернете и постоянных сбоях на образовательных платформах. Многие учителя и родители школьников недовольны тем, как проходит дистанционное обучение. Какие претензии высказывают педагоги и какое решение предлагают мамы школьников, узнаем. Вот звонит как раз мама ученицы. Вот такие звонки весь день идут. Звонки и сообщения от родителей и учеников не прекращаются до самой ночи. Мадина Коржасбекова преподает русский язык и литературу. Сейчас на уроке сидят ребята из начальной школы. В дежурном классе всего 15 детей. Остальные ребята придут уже вторым потоком. Некоторые из детей учатся дистанционно. Отправить задание учителю нужно успеть в перерыве между уроками. Помимо малышей у Мадины Коржасбековой еще и старшие классы, которым тоже нужно отправить онлайн урок и проверить домашнее задание. От загруженности сдают нервы, времени не хватает, а телефон постоянно нужно заряжать. На прошлой неделе педагог даже собиралась уволиться. Работы стало намного больше, чем было при оффлайн обучении. На данный момент три параллели. Это четвертые, пятые и седьмые. То соответственно 12 групп. 12 групп это учеников, 12 групп с родителями. Ну и плюс группа классного руководства. Поэтому чат вообще не останавливает свою работу. За день где-то вот в одном чате у меня получилось 68, в другом чате 88. Разрывается ВЭЦАП и у Бахыт Акбаевой. Учитель с 30-летним стажем признается, что образовательные платформы не выдерживают нагрузки. Отправить задание получается не всегда. Дети же разные. Кто-то воспринимает ушами, кто-то глазами. То есть кому-то нужно отдельно, одному объяснить. Потом технические сложности. Когда-то может интернет зависнуть. ВатсАП не всегда воспринимают. То есть когда смотришь, дети присылают работы. И через ВатсАП очень трудно все это проверять. Не хотят учиться дистанционно и родители школьников. Дети весь день сидят в интернете, чтобы выполнить домашнее задание и прослушать урок. Наталья Грузинова-Федосеева мама троих школьников. По ее словам, обучение дома настоящее наказание. Дети не усваивают школьную программу. Из-за перебоя с интернетом не всегда получается вовремя сдать ссоры. Казахстан наш действительно не готов к онлайн обучению. Потому что связь постоянно прерывается. Интернет плохой. Учителя жалуются, что они находятся в школе. Что не всегда есть интернет. Что надо все-таки детей пустить в всех школу и соблюдать санитарные нормы. Но это единственный выход. Сегодня обучаться в стенах школ могут только ребята из начальных классов. И то не по всем предметам. К примеру, задания по музыке и художественному труду приходится выполнять онлайн. Всего в школах Караганды обучается 69,5 тысяч учеников. Из них 46 тысяч учатся дистанционно. Вера Шеллер, Дмитрий Оборок, телеканал «Атамикен Бизнес». К нам присоединяется Мируэр Джекиянова с новостями портала «Инбизнес». Мируэр, привет. Приветствую, Мадина. За время карантина вы покупали себе ноутбук? Ноутбук нет, а вот планшет – да. Про планшеты ничего сказать не могу. Зато ноутбуки в первом полугодии по продажам обогнали стиральные машины, холодильники и заняли третье место, уступая лишь смартфонам и телевизорам. Это выяснили наши коллеги из «Инбизнес.КЗ». Но надо признать, что такая ситуация не только у нас в Казахстане, но и по всему миру. Да, все верно. Пандемия меняет приоритеты. И теперь стирать и хранить еду уже не так важно, как иметь доступ к интернету через ноутбук. Теперь эта техника уже не дополнительное устройство, которое мы брали лишь в отпуск или в командировку, а основной рабочий инструмент, отмечает автор материала Айгуль Туликбаева. И наличие нескольких ноутбуков в семье, где есть работающие родители, школьники и студенты, перестало восприниматься как излишество, а превратилось в жизненную необходимость. Автор статьи отмечает, общий оборот по компьютерам превышает 35 миллиардов тенге, а это на 55% выше показателей за аналогичный период прошлого года. И это на фоне практически неизменного объема продаж по всем группам товаров бытовой техники и электроники за полгода. Мируэрта, что по ценовому диапазону? Ведь многие казахстанцы остались без работы во время карантина. Мадина, более половины казахстанцев за это время купили ноутбуки стоимостью до 200 тысяч тенге. Это как раз те модели, которые удовлетворяют стандартные потребности пользователей, в том числе такие софты, как Zoom или Skype. А специальные игровые варианты составили долю 18%. Если же говорить о каналах продажи, то в этом году онлайн покупки ноутбука возросли более чем на 200%. Опять же, влияние пандемии и локдауна. Тогда как в прошлом году казахстанцы все-таки предпочитали закупаться в магазинах. Между тем, спрос сдерживался дефицитом товара. Автор приводит статье «Мнение ритейлеров». Основными причинами явились аномально высокий спрос на ноутбуки на мировом рынке и острый дефицит комплектующих. Вызваны сбои цепочки поставок из-за ряда введенных ограничительных мер для нераспространения COVID-19. С целью решения данной задачи и удовлетворения спроса на внутреннем рынке розничные сети начали увеличивать прогнозы на поставку необходимого количества ноутбуков заводам-изготовителям. Искать альтернативные каналы поставок товаров, внедрять более дорогие логистические решения для сокращения времени на поставку товара от завода-изготовителя на полки розничных магазинов. После возвращения к обычному режиму работы и обучения повышенная динамика спадет и станет более умеренной, пишет Айголь. Однако по утверждениям экспертов четко наблюдаются предпосылки для будущего роста категории ноутбуков. Она считает, что в период действия карантина на отечественном рынке сформировалась новая пользовательская база клиентов, которые впервые купили ноутбуки для дистанционной работы и обучения. Большая часть из них спустя время начнут обновлять свои устройства, что в свою очередь положительно отразится на динамике роста данной категории. А теперь интересно, оправдаются ли ожидания экспертов по росту продаж? Магина, вполне возможно, что оправдаются. Это ведь как с обновлением телефона. Раз попробуешь и не остановиться. Тем более, что специалисты предупреждают, новые привычки, которые навязал нам COVID-19, останутся на долгие годы. А значит, с высокой долей вероятности можно предположить, что на ближайшее время ноутбук останется одной из самых востребованных покупок, заключает автор статьи. Полную версию материала можно почитать на сайте inbusiness.kz. Но, Меруэр, для нас, журналистов, эта реальность наступила давно. Специфика все-таки профессии. Согласна, Мадина. Я, к примеру, сменила уже третий ноутбук за годы работы. Спасибо большое, Меруэр. И надо отметить, что не всем по карману купить даже самый недорогой компьютер. Особенно, если ты в одиночку воспитываешь детей. Например, Костанайская область бьет рекорды по неуплате алиментов. В общей сложности нерадивые родители задолжали своим детям около 100 миллионов тенге. В регионе даже придумали оригинальный способ помощи женщинам, которые не могут получить выплаты и нуждаются в деньгах. Об этом расскажет наш корреспондент Айжан Утевова. Она сейчас на прямой связи с нами. Айжан, какой выход из ситуации видят частные судебные исполнители и сами взыскатели? Здравствуйте. Студия. Действительно, ситуация с долгами по алиментам очень серьезная. У частных судебных исполнителей уже 15 тысяч дел. Завершенных из них чуть более тысячи. Рост по задолженности по сравнению с прошлым годом на четверть. На сегодняшний день общая сумма задолженности составляет более 96 миллионов. По сравнению со следующим годом, получается, в 2019 году составило у нас более 68 миллионов на общее количество исполнительных документов. Рост долгов судебные исполнители связывают с пандемией. Сотни предприятий приостановили свою деятельность, а часть и вовсе закрылась. Должники не имели дохода и не могли платить. Многие должники были лишены заработка. Кто-то был вынужден обратиться за помощь государству. Мы шли навстречу, определяли задолженность. Если должник получал единовременную выплату 42 500, но при этом не работал, мы определяли задолженность именно от единовременной выплаты. Но есть среди должников и те, кто годами целенаправленно избегают платить алименты, переписывая свое имущество на третьих лиц и скрывая доходы. Таких злостных неплательщиков в регионе насчитывается 362 человека. По 52 из них материалы переданы в суд. В итоге 25 человек привлечены к административной ответственности, а 11 к уголовной. Сами взыскатели считают, что необходимо ужесточать наказание для должников. Жительница Кустаная Юлия Брянцева не может добиться от бывшего мужа ни тенге на содержание их сына. Отец ребенка не платит алименты уже три года и задолжал сыну 1 миллион 700 тысяч тенге. Я считаю, что бессмысленно применять какие-то статьи административного кодекса. Наверное, нужно применять статьи уголовного кодекса, чтобы, не знаю, почувствовали, наверное, что действительно, что есть ответственность, что неуплата алиментов это очень серьезное дело. Для того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию и помочь женщинам в содержании ребенка, палата частных судебных исполнителей пошла на беспрецедентный шаг. Здесь составили список женщин, нуждающихся в работе. Их будут трудоустраивать и по необходимости обучать новой профессии. В студии у меня на этом все. Вам слово. Спасибо, Альжана. Состояние богатейших людей мира сократилось на 23 миллиарда долларов за один день. Это стало следствием падения фондового рынка на фоне опасения новых карантинных мер, пишет Forbes. В результате 9 из 10 богатейших бизнесменов мира потеряли как минимум 1 миллиард долларов. Насколько сократилось состояние Илона Маска и Билла Гейтса, об этом и не только расскажет мой виртуальный коллега Айсанж. Добрый день, Мадина. Илон Маск и Билл Гейтс на самом деле потеряли меньше всех. Около 2 миллиардов долларов каждый. А вот владельцу Луи Виттон пришлось не сладко. В состоянии Бернара Арно сократилось сразу на 5,5 миллиардов долларов. Пятерку антилидеров также вошли Уоррен Баффет, Марк Цукерберг и Джеб Безос. Единственным миллиардером, у которого состояние в понедельник неуклонно росло, оказался глава совета директоров Oracle Ларри Эллисон. Я лишь напомню, что компания планирует стать акционером видеосервиса TikTok. Главам НИД Евросоюза не удалось принять решение по санкциям против Белоруссии. Поэтому этот вопрос рассмотрит главы государств и правительств. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Баррель. По его словам, этот вопрос требует единогласия, а достигнуть его главам внешних ведомств не удалось. Решение по санкциям против Белоруссии будет известно на этой неделе, сообщил Баррель. Нам нужно единогласное решение, но не хватает согласия одной страны, и это страна Кипр. Кипр не против санкций против Белоруссии как таковых, но они считают, что в это же время санкции следует ввести и против Турции. США надеются, что газопровод «Северный поток-2» не достроит. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интервью Майкла Пампея медиакомпании Bild. Глава Босдепартамента рассчитывает, что Берлин после отравления Алексея Навального увидит в проекте риск зависимости от газа из России. Резонанс вокруг ситуации с российским политиком вызвал в Германии и Европе дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Сейчас Вашингтон работает над созданием коалиции, чтобы не допустить его запуска, добавил Пампея. Мадира, такая информация у меня на сегодня. Передаю тебе слово. Спасибо большое, Санж. Ну, а о других новостях в мире расскажет Эльвира Найманбаева. Эльвира, тебе слово. Спасибо, Мадина. Добрый день. И продолжу тему ресурсов. Фьючерсы на нефть дешевеют уже второй день. Цены отреагировали на возобновление добычи в Ливии и рост случаев коронавируса в ряде стран. По итогам торгов бренд подешевел на 4%, а WTI на 4,4%. Тревоги из-за роста количества заражений ковидом, вероятно, сохранятся. А волатильность на рынке, скорее всего, будет и во втором полугодии, прогнозируют эксперты. Тем временем, в Поднебесной, похоже, за критику руководства страны по поводу пандемии можно попасть за решетку. В Пекине приговорили к 18 годам лишения свободы бывшего магната по недвижимости Жень Джитяня. Суд признал его виновным в коррупции и растрате госсредств. Помимо тюрьмы, осужденному придется выплатить штраф свыше 4 миллионов юаней, это около 600 тысяч долларов. Напомню, в феврале Жень написал эссе, в котором раскритиковал политику Си Цзиньпиня из-за вспышки ковида. В публикации автор сравнил председателя КНР с клоуном. Уже в апреле Центральная комиссия по проверке дисциплины объявила, что Жень под следствием. Отмечу, это не первый случай репрессий по отношению к бывшему магнату. В 2016 году Китай заблокировал его аккаунты в соцсетях за высказывания в адрес руководства страны. А вот бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден согласился выплатить более 5 миллионов долларов, которые заработал с продажи книги и выступлений американскому правительству. Ранее Министерство юстиции США подало иск против бывшего сотрудника разведки в связи с публикацией его книги «Личное дело» в нарушении обязательства о неразглашении. Власти страны считают, что раз уж Сноуден стал популярным благодаря присвоению госсекретов, то он не имеет прав на прибыль от изданной книги, хотя последний уже заработал на этом более 5,5 миллионов долларов. Сноуден согласился выплатить 5 миллионов и перечислит их на трастовый счет. В Британии власти выплатят по 500 фунтов стерлингов жителям из-за карантином. Деньги получат сотрудники, которые ушли на самоизоляцию. Работодатели в случае отказа отпустить сотрудников оштрафуют. Об этом заявил у министра здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок. По его словам, выплата будет единовременной. Процедура действует только на территории Англии. Однако власти Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии смогут получить финансирование для аналогичных программ. Согласно исследованиям Великобритании, каждую неделю число заражений коронавирусом растет в два раза. Уже к концу октября количество заболевших может достигнуть 50 тысяч случаев в сутки. Все это и побудило власти объявить о помощи населению. Теперь я знаю, что самоизоляция может быть сложной для многих людей, особенно если вы не можете работать из дома. И я не хочу, чтобы кому-то приходилось беспокоиться о своих финансах, пока они поступают правильно. Поэтому мы введем новую выплату поддержки изоляции в размере 500 фунтов стерлингов для людей с низким доходом, которые не могут работать из-за положительного результата теста или из-за того, что их попросили самоизолироваться. А глава Apple Тим Кук заявил, что оставит режим удаленной работы и после пандемии. Сейчас 85% сотрудников компании по-прежнему работают из дома. Руководство корпорации пока не знает, когда все вернутся в офис. Но однозначно не в этом году, а в следующем сообщил Кук. Он добавил, что весьма впечатлен эффективностью сотрудников Apple и пришел к выводу, что некоторые вещи на самом деле очень хорошо работают в виртуальном формате. На этом у меня все. Надеюсь, что вторая волна обойдет Казахстан и мы будем по-прежнему вещать из привычных студий. Мы все очень надеемся. Спасибо, Эльвира. Ну а я продолжу. Родители фигуристов и хоккеистов просят пустить юных спортсменов на лед. Говорят, что представителям зимних видов спорта просто вредно тренироваться на асфальте. Из-за карантина ледовый дворец для тренировок закрыли, лед убрали. Ну а восстанавливать его сейчас даже экономически невыгодно. В деталях разбиралась Марина Низовкина. По ступенькам на парковой аллее прыгают фигуристы и хоккеисты. Асфальт им заменил лед, а кроссовки, коньки. В карантинные времена приходится тренироваться в столь необычных условиях. У родителей уже накипело. Спортсмены лед не видели. Вы сами понимаете, что хоккей это коньки, это лед и коньки. Это не только клюшка, владение клюшкой. Да, они могут это делать без льда. Но большую роль играет прокат. То есть, как ты качишься, как ты стоишь на коньках. А такой возможности мы сейчас не имеем. На асфальт вместо льда фигуристов и хоккеистов отправил главный санитарный врач Шимкента. Своим постановлением возмущаются родители. В парках тренируются также спортсмены по фристайлу и шорт-треку. Всего в школе зимних видах спорта около 200 воспитанников. И вместо подготовки к соревнованиям в посткарантинный период спортсмены теряют форму. Дольше заниматься у нас не будет возможности. Почему? В связи с погодными условиями. Если сейчас начнутся дожди, если начнется снег, то мы не сможем выйти даже на эту площадку. Ледовый дворец Шимкента в частных руках и стоит закрытым уже с марта. Говорят, внутри все готово к тому, чтобы залить лед. Но пока не разрешат полноценные тренировки, запускать каток никто не будет. Даже в обычные времена лед был дорогим удовольствием. Его эксплуатация для тренировок бюджету в месяц обходилась в 15 миллионов тенге. По постановлению главного санитарного врача Шимкента тренировка в закрытых помещениях разрешается. Но с условием, что в группе должно быть не более пяти человек. Выводить на лед площадью 1800 квадратных метров пять человек это слишком накладно. Но еще более спортсменов возмущает то, что таких требований с площадью нет к тем же фитнес-центрам. Самый большой из них в Шимкенте, к примеру, получил право работать даже тогда, когда в нем одновременно находится более 200 человек. Мол, там разрешается пять квадратных метров на человека. Сейчас воспитанники всех 30 спортивных школ Шимкента в такой ситуации. Либо тренировка в парках, либо дома. К примеру, за допуск к тренировке на поле футболистов один предприниматель уже получил баснословный штраф, поэтому остальные на встречу спортсменам идти не спешат. Родители и чиновники от спорта уже неделю назад написали письмо на имя главного санитарного врача с просьбой разрешить полноценные тренировки. Ответа, говорят, до сих пор нет. Марина Низовкина, Виталий Заянтинов от Амикен Бизнес, Шимкент. В завершении выпуска хотим напомнить, сегодня состоится финал популярного шоу «Америка с Год Теонт», до которого успешно дошла Данелия Тулешева. Казахстанская исполнительница оказалась в числе фаворитов по результатам зрительского голосования. Мы, конечно же, будем за нее болеть и надеяться, только на победу. К слову, нашими певцами восхищаются не только в США, но и в соседней России. Алла Пугачева в одном из YouTube-шоу подметила уникальность голосов казахстанских артистов. Предлагаю послушать. Ну а я с вами прощаюсь до завтра. Хорошего дня. Оставайтесь на канале Атамикен Бизнес. Атамикен Бизнес. Музыканты какие-то хорошие очень делают. Но вы слышали когда-нибудь эту исполнительницу? Я не знаю. Мне она что-то напоминает, но я не слышу. Кстати, Деквина, она из Казахстана. У нас как так получается, что у нас как казахи, так мы их хвалим. Они очень музыкальные. Как казахстанцы. Они очень музыкальные. Они безумно музыкальные. Они, по-моему, рождаются с голосами уникальными. Меня всегда в такой музыке очень внимательно слушают пачкам голосовые. Потому что это самое, на мой взгляд, самое крутое, когда строится сложная конструкция, и в нем придумывается какой-то мелодический кусок. Она очень хорошая музыканты. Я ставлю 10. Я тоже 10. Ничего.